Виктория вместе со своей командой архитекторов из Украины участвовала в обустройстве Мариуполя еще в 2014 году. Тогда они спроектировали и помогли восстановить несколько городских парков. Сейчас ее команда планирует работать над восстановлением жилых домов и реконструкцией улиц. Для того, чтобы понимать, что там происходит сейчас, мы используем все доступные источники. Это и спутниковые снимки, и фотографии территорий. Мы для себя собирали карты, как районы города сейчас выглядят. Мы предлагаем отстраивать город вокруг школ, потому что школы будут в приоритете, а каждая школа может стать центром для живущих вокруг людей. В школе взрослые могут пользоваться на выходных или вечером спортивной инфраструктурой, библиотека может быть каворкингом, а школьный двор – маленьким парком для всех. Фулка Треферс – градостроитель из Нидерландов. У него в портфолио много проектов, успешно реализованных на родине, а также в Польше и Сербии. Его команда планирует развивать Мариуполь в сфере экономики, культуры и повышения уровня жизни. Самым главным аспектом является положение самого Мариуполя. Он может стать воротами Донецкого региона и портом, снабжать его строительными материалами, помогать развиваться своему региону экономически и в восстановлении. Я думаю, что стоит инвестировать больше в порт, чтобы больше кораблей могли туда заходить, чтобы это еще эффективнее влияло на экономику. Треферс также представил книгу «Видение Мариуполя. Самые восточные ворота Европы». В ней он написал поэтапное восстановление города и его значение не только для Украины, но и для Европы в целом. Мы написали книгу с полным планом. Это еще не финал. Мы до сих пор работаем над разными вариантами. Пока мы ориентируемся на количество населения в 400 тысяч человек. Мы пока не знаем, будет ли город таким, как раньше. Или он будет более урбанизированным. Но он точно будет экологическим, экономически привлекательным и индустриальным. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины российские войска за три неполных месяца блокады Мариуполя уничтожили 50% жилищного фонда. 1356 многоэтажных домов уже невозможно восстановить. Разрушены или повреждены 90% объектов инфраструктуры. Также, по предварительным данным, российскими военными были убиты 22 тысячи мирных жителей. Примерно 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольной Украине территории. А еще 120 тысяч до сих пор остаются заложниками российских оккупантов. Предварительная наша оценка, сколько сегодня вреда нанесла российская агрессия в Мариуполе. Это 14,5 миллиардов евро. Мы внесли в эту сумму предварительно. Это жилищное направление. Это коммунальное направление. Здесь не учтены вреды и ущерб, нанесенные бизнесу, нанесенные экологией в Мариуполе, реке, морю. Восстановление Мариуполя будет проходить в несколько этапов, говорят акторы проекта. Первый – создание визуального плана восстановления города. Второй – формирование стратегии быстрого восстановления критической инфраструктуры. Далее – оценка ущерба. И только после этого начнется реализация стратегического плана экономического восстановления города. По предварительным данным, на восстановление всего города понадобится 15 лет. Например, завтра или послезавтра, или до конца года мы возвращаемся в украинский Мариуполь. И нам сразу нужно сформировать ответ. Что мы будем там делать? Сколько должны взять с собой людей? Какая должна поехать с нами коммунальная техника? Как будут работать власти в Мариуполе? Поэтому и нужно нарабатывать план именно сейчас, чтобы быть готовыми. После освобождения временно оккупированной территории каждый регион будет нуждаться в новом подходе к восстановлению и развитию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для каждого освобожденного от оккупации региона нужна своя, детальная и целостная визионерская политика трансформации. Новый свободный украинский Крым – какой он? Сможет ли он стать новой Калифорнией в Европе? Местом, которое привлекает таланты? С кластером современных технологических компаний – IT. Очевидно, Одесса не только глобально важный порт. Очевидно, Харьков не только форпост свободы на восточной границе Европы. Очевидно, но Одесса и Харьков заслуживают быть среди европейских лидеров. И Украина победы требует новой политики ради таких городов. Ради всех наших городов. Владимир Зеленский – президент Украины во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции. План Мариуполя-Рборн уже поддержали муниципалитеты Львова, Вильнюса, Гданьска и Утрихта. Также готовы сотрудничать партнеры из Японии, Польши и США. Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львова для телеканала Freedom.